Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор, который запоздал. Прошу прощения, бывает. Все мы люди, все мы работаем, устаем. И вот это вот все. Варкап 388. Карта CZSK 2007. Тока. Вообще, для всех, всем, вообще всем рекомендую поиграть карты. Вот эти вот CZSK 2007. Это был чешский, типа, какой-то competition. Поиграть желательно 2007-2009. Вот самые, на мой взгляд, интересные, самые классненькие. Кто поиграет, тот молодец, сразу вырастет в скилле. Кто не поиграет, тот не молодец, тот будет играть, видимо, дальше варкапы. Итак, смотрим. Триггер. Первым делом проверяем. Нет таймера. Есть ТР. Ничего страшного. Этот ТР тут, скорее всего, не решает. Ну, давайте смотрим. Значит, что у нас здесь? Пара прыжков. Дают 200 ракет! 200 ракет! И дают миллион батлсьюта. Просто замечательно. Далее нам надо пропрыгать вот сюда. Далее у нас дверь, которую обязательно нужно стрелять. Далее самая... такая... ну, не самая, наверное, но достаточно мерзкая часть карты, где надо перепрыгивать вот этот габ, это расстояние. А чтобы его перепрыгнуть, желательно прыгнуть где-то возле краешка. В БК-3 там вообще молчу, но про роуты чуть-чуть позже. Далее прыгаем, прыгаем, прыгаем. Двери вторые также открываем. Эти двери открываются сами. Здесь ничего страшного. Здесь, опять же, по спейсингу все хитро. Здесь заворачиваем. И здесь... ну, ладно. В общем-то, в ЦПМ здесь, если у вас достаточно скорости, то вы можете отсюда перелететь сразу туда. Если у вас нет достаточно скорости, следовательно, стреляете гранату. И вот это вот все. При этом... Ладно, потом. Здесь у нас очень такой интересный момент. То есть у нас здесь... Нету края здесь, да? У нас здесь в углах вот такие вот штучки. И это означает, что нам нельзя возле угла подниматься. Значит, надо нам либо отходить, кидать гранату. Ладно, потом про роуты, потом про роуты. Здесь мы поднимаемся с гранатой. Куда плазмить, я не помню. Поднимаемся наверх, видим платформы. Плазмим на платформы, кончилась плазма. Где-то здесь нам дают ракету. Стреляем ракету и финиш. Легкая? Легкая. Все, проблем нету. Смотрим роуты. Значит, в ЦПМ. Какие варианты? Варианты следующие. Так как нам дают там ракету, и мы ее в ЦПМ получаем достаточно быстро, мы можем начать отстреливаться прямо отсюда. Что нам мешает? Ничего. Просто отстреливаемся. Ну, для этого нужно, естественно, иметь достаточно хорошие ракеты, чтобы все четенько прострелять. И далее, последней ракетой мы скинем, по-моему, вот эту вот штуку. Либо, если у нас достаточно много скорости, хорошие ракеты, мы отстреливаемся непосредственно вот здесь. Че-то у меня с буквой С случилось. Выспался. То есть, выглядит это примерно... Ну, типа... Типа того. Второй вариант, который там может подойти, это отстреливаться от внутренней стены. Но от внутренней стены более так... Скорее всего, более медленно получается. И вот здесь, когда мы допрыгиваем, нам нужно кинуть... Когда мы подбираем гранату, нам не надо никуда идти. Нам надо найти примерный угол, стрелять туда гранату. И ее ловить. Так, я зафейлил. Черт. Как-нибудь, да? Ну, естественно, эти углы все должны находиться... На стадии, так сказать, поисков роутов. То есть... Это все. В ЭКУ-3. Что у нас с ЭКУ-3? В ЭКУ-3 у нас не так много событий, так сказать. Вот здесь самое мерзкое место. В ЭКУ-3, по-моему, здесь, чтобы хорошо пропрыгнуть, конечно, можно попробовать одним прыжком туда залететь. Но это... Я не помню, насколько это сложно, либо это вообще реально, или нет. Но суть в том, что нам нужно вот здесь сделать такой маленький типа граунд фреймик и перелететь сюда. Потому что, если мы будем прыгать целиком по рампе, мы просто всю скорость ЭКУ-3 с вами потеряем, и все. Это уже получится... Очень-очень-очень медленно. Ну, далее здесь ЭКУ-3 все то же самое. Единственное, в ЦПМ здесь делается минус джамп. Если... Спейсинг хороший, если скорости нормально, делается минус джамп. ЭКУ-3 здесь берем гранату. Ну, что ЭКУ-3 мы перелететь не можем. Либо можем, но... Да нет, ну, по-моему, нет. И так как граната появляется достаточно быстро здесь, у нас получается, что у нас еще одна граната есть в ЭКУ-3 перед плазмой. И мы ее как раз наперед стреляем. И получается, что в ЭКУ-3 эта часть даже немножко побыстрее. Вот. Такие вот основные роуты. Больше здесь как бы ничего особо нету. Карта прикольная сама по себе. То есть она не... Не то чтобы сложная, но она больше именно на исполнение, на стабильность движений, потому что... Ну, на трекинг своей скорости. Типа, сколько у тебя скорости, где у тебя прыжки происходят, чтобы всякие минус джампы делать. Ну, и на плазме, естественно, желательно начинать. Чем дальше, наверное, тем лучше. Но я думаю, от центра, в принципе, плюс-минус допустимо, потому что нам надо еще скорость набирать с плазмы. И чем раньше мы начнем поворачивать вправо, тем, соответственно, лучше у нас в итоге тайм будет, потому что скорости на ракетах будет больше. Единственное, что вот ВКУ-3, кстати, там наверху... Наверху вот тут ВКУ-3 очень все хитренько. И тут... Если в ЦПМ тут есть как бы гибкость, и можно как-то повилять, и да, там, если вдруг спейсинг совсем плохой для этих платформ, то ВКУ-3 такого варианта нет. Поэтому ВКУ-3 здесь достаточно жестко со спейсингами. Если спейсинг неудачный, то можно либо перелетать, а так как дают ракету вот здесь, да, мы ее пока достаем, мы стреляем не сразу, а мы стреляем вот здесь. И нам нужно вот это вот не перелететь. Из-за этого финиш может быть, конечно, очень такой кинсерный. ВКУ-3. Ну, вроде бы все сказал, не знаю. Конечно, давайте в комментариях напишите, что... будет зазнался ЧСВ, ничего не сказал, где аналитика. Это все, да? Да, ну... В общем-то, вроде бы все. Про ракету сказал, про рампочку ВКУ-3 сказал, про минус джамп и срезку сказал. Вроде бы все. Пойдемте смотреть демки. Пойдемте смотреть демки. Так, Кузлех. Кстати говоря, спасибо Кузлеху за поддержку. Ну, спасибо всем за поддержку, да, но Кузлеху тоже спасибо. 40 секунд. Неплохой церкл. Ракету одну стрелял сразу, и потом две. Угу. Ну, тоже неплохой вариант. Ну, вариации, как чего делать, естественно, в демках всегда мы смотрим. Вот в этом смысле ничего особенного. Не долетает. Не знаю, долетал ли. Не знаю, знал ли, что можно долететь. Если знал Кузлех, то F, конечно, F. Это очень много потери времени. Это целых 3 секунды потери времени, если мы не срезаем и играем с гранатой. Плазма... Углы с плазмой не очень правильные. Углы с... Конечно, надо плазморан какой-то, да, вам, ребят, на варкап, чтобы прям вот вот рассказать прямо, что... Ну, вот это неправильно, а надо вот так. Потому что здесь, по идее, одна стена только, по которой надо поплазмить. И здесь, конечно, особо не... Не это не того. Так, АЗН. Да, вот, кстати, как делал... Ну, АЗН что-то не поворачивает. С трейфами поворачивает кнопкой вперед. Кранату словил очень плохо. Поднимался очень тяжело. И здесь, в итоге, скорости очень мало. То есть, тут все друг на друге завязано. Так, GH high. Ну, ракеты неплохие. Единственное, что после первой ракеты потерял время. Здесь, кстати, при большой скорости можно делать даблджамп вот на этих перилках. То есть, если... Смотря какой у вас спейсинг, какая скорость, если вы уже знаете заранее, что у вас спейсинг не очень, вы можете его попробовать сместить, типа, переделать свой спейсинг вот этим даблджампом в эту рампочку. Это, конечно, немного рандомно в некотором смысле, но иногда помогает. Тем более, что если вы будете просто, например, врезаться сюда, если у вас много скорости, вы потеряете больше скорости, чем вы сделаете здесь даблджамп. Поэтому, как бы, вот, имейте в виду. Я не знаю, никто, наверное, после варкапов так-то карту не играет. Это как играть ДФВЦ после ДФВЦ. Нафиг надо вообще. Не очень тоже качественная граната. Как-то он, по-моему, он не нажал прыжок, его просто гранатой подкинуло. Ну и ракета не самая четкая. Ракета не самая четкая. Рэйвен. Неплохие ракеты, но... Вот видите, кстати, вот Рэйвен стрелял от самого последнего падика, и у него вместилось, по идее, только две ракеты. И как ты там не умещай, у тебя только две ракеты по сути и уместятся по-хорошему. А если ты стреляешь раньше, то ты можешь уместить три ракеты, что дает тебе преимущество огромное, потому что здесь ты вот эту всю прямую и следующий поворот ты проходишь на большей скорости. У тебя получается плюс ракета, а где плюс ракета, это всегда хорошо. Это не как плюс джамм, минус джамм, плюс ракета. В принципе, это почти всегда плюс 500 скорости. Так, Рэйвен здесь просто по прямой решил. Интересное решение. Да, очень интересное решение. Контробой. Офига, надо попить, ребята. Ну вот уместил три ракеты, да, но скорость из трех ракет столько же, сколько из двух, поэтому как бы не считается, не считается, ребята. Так, плазму не взял. Подошел к стене. Жмякает бинт на плазму, а плазмы-то и нет. Бывает, бывает, ничего страшного. Хотел вторую ракетку. Ну вот с ракетами здесь у ребят какие-то проблемы я сразу вижу, потому что вроде бы, казалось бы, обычная ракета, выстрели прямо, типа, и все, больше ничего не надо. Но, видимо, из-за того, что ты на падике узеньком, типа, вокруг лава, тебя это начинает смущать, и ты думаешь, что эту ракету надо как-то сейвово кидать. На самом деле нет. Типа, можно кидать обычную ракету и вообще не париться. Лава там, падики на пиксели, ты стоишь, не на пиксели, а все это фигня. синтакс 319. Почти сап 30 уже. Так, пока что все демки у нас с отстрелами от последнего пата. Возможно, многие не нашли, что можно стрелять раньше. Возможно, не получалось. Вот, кстати, дублджамп сделал, да? Ну, правда, это такая демо-версия дублджампа об этой, об эту штучку. граната вверх, гранату ставил не очень хорошо, как-то боком. Ну вот, плюс-минус качественная ракета уже, все хорошо, синтакс, молодец. так, некропсай. Ну, тоже, конечно, вариант, вот, да, как кузлех сделал. Ну, кстати, кроме кузлеха так никто не сделал. И вот, некропсая. Но вот в его, именно в его диапазоне, да, тайпов. Никто не сделал, как кузлех. Я думаю, кузлеху можно было бы дать приз за оригинальность за это. Ну, что, очень интересно, на самом деле, если у вас не получается прыгать от второго пада, ой, ну, не от второго, а от предпоследнего, вы можете кинуть сразу, как подбираете рокет, вы можете кинуть этот рокет под себя, получить больше скорости и потом те же самые две ракеты на последнем паде выпустить. Это же гениально, это просто гениально, кузлеху что сделал. В итоге, никто больше. Ну, если я правильно помню, я, возможно, проморгал или еще что, но, по-моему, никто, кроме вот, не кропса, не сделал, как кузлех, а на самом деле, роуд кузлеху это стоящий. Возможно, его даже можно довести как-то до ума, чтобы это еще и тайм на VR был с таким стартом. То есть, такое вполне можно там, типа, не под себя, где-то ГБ сделать от стены там. Не знаю, но это такое, это уже мелочи, это все надо тестить, еще все, половина не будет из этого работать, это нормально. Так, 31, хухала. Тоже от последнего паника. Ну и вот, и все вот эти движения, то, что ты чуть-чуть двигаешься, когда подбираешь гранату, это тоже все потеря времени, потому что, естественно, самое быстрое, это стрельнуть гранату, как только ты ее получил. Давайте я еще кое-что покажу. Точнее, не покажу, а расскажу, если кто-то не знал. Я думаю, все могут включать триггеры, да, в наше время. И видите, где триггер находится отбирание ракет? Означает, что как бы, да, мы кидаем две ракеты, но потом вот здесь мы же можем кинуть третью ракету, ребят, вот от этого. И стена достаточно широкая, и тут как бы ничего такого нету. И я не знаю, возможно, я не знаю, почему так не стреляли. Ну, сейчас, наверное, начнут стрелять, судя по тайму, но в принципе, это достаточно логично. И вот эти места, если вы знаете, что в арке отбирают ракету, надо проверить, где именно в арке, потому что даже если бы этот триггер стоял гораздо ближе к вам, то даже тогда можно ухитриться и стрельнуть там ракету. Типа, вот такие моменты, это надо всегда чекать, это всегда надо все проверять, отсматривать и делать себе жизнь немножко быстрее и попроще. Ладно, может не попроще, но побыстрее. Так, RDDPI. TY. Так, три ракеты, 1300. Доблджамп. Очень здесь широко на стрейфе. Там в идеале надо подскимить и долетать вообще. Очень много скорости с плазмы и ракету выстрелил позже, что является в принципе минусом, потому что раньше ты стреляешь ракету, раньше ты получаешь эти 1400+. так как там как бы скорость ты типа не успеешь особо даже настрейфить, например, если ты думаешь, что ты выстрелил попозже, но ты выстрелил попозже с большей скоростью, потому что ты настрейфил, там прыгать два прыжка потом с этой скоростью это не критично. И в любом случае лучше стрелять всегда сразу, а потом дострейфливать. Вот так всегда лучше. Чем больше скорости у тебя раньше, тем лучше. Так, Эфиоп вернулся 28.7. Эфиоп, здравствуйте, Эфиоп. Вот хорошие карты начали ставить. Вот, отстрелился от столбика. Вот 1500, вот здесь уже 1400, и все, он уже намного впереди. всех остальных ребят. Вот здесь получается плюс джаб. Из-за того, что спейсинг не очень, повороты в сети очень, но это нормально. Хорошая, хороший переход к стенам. Знаю, зачем мы играем с триггерами. Хорошая, хорошая демка. Так, Тарзан, это кто? Рейн, 27.0. Рейн, третье место, поздравляю тебя. Давайте посмотрим, что фпс нашли. Ну, неплохо. 1700 здесь. Здесь очень много потерял. Здесь как-то медленно, плюс джамп. Еще двигался с гранатой. Ужас. Ужас, Рейн, не ожидал от тебя, конечно, такого. Ну, с плазмы скорости, конечно, много, из-за того, что спейсинг не получился, а тайм надо как-то засейвить. Пришлось стрелять ракету сразу, потому что иначе ты бы упал в лаву и все это эф. Ну, такое, конечно, такое. Я бы такой тайм не стал сейвить, на самом деле. Но, я так думаю, Рейн просто не доиграл. Возможно, он просто поиграл там, не знаю, полнедели из недели. И вот, то, что было, то отправил. Так, Warpac, второе место, поздравляю. Сразу, даже сразу идут ракеты. Не спред последнего паника, как я говорил, а сразу. Здесь скорости гораздо больше у Warpac. Хорошие повороты. Плюс полджампа где-то там по спейсингу получилось. Граната вверх. Не буду спорить, что лучше граната вверх или вниз. И почти ГБ сделал. ГБ на минус 10 упсов, это, в принципе, неплохо. все в порядке, но нужно лучше стараться Warpac, понимаешь, да? Продолжение следует... начихали, начихали. Сейчас еще начихаю, ой. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу. 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 Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Ужас. Ужас Очень долгая барабанная дробь перед москалем Незаслуженно, я считаю, незаслуженно Главное, первое место москальда Посмотрим 24,9 Рокет сразу 1700 Спейсинг хороший Скин Скорости много Ооо, плюс джамп Ооо Ооо Москаль Минус уважения тебе, москаль В целом неплохо Ну, гранату выстрел Хорошо, сразу гранату выстрел Прошу обратить внимание Давайте посмотрим еще раз Разберем самые негативные моменты Ну, здесь все нормально В целом-то и с кем И скорости много И вот здесь я не... Зассал Зассал москаль Просто с трофии Зачем? Куда? Направо, налево Давайте По петлям И здесь сразу Стреляет гранату Как только появляется И потом Низковато, конечно Слишком низко С плазмы Сошел Из-за чего Пришлось тоже Сразу стрелять А мог бы сделать ГБ как варкпак А ГБ это Побыстрее будет Москаль Ладно, москаль Сейчас Пусть сам с собой Спорит в комментариях Это нормально А вы ку-3 Че мы А почему мы ЦПМ начали Смотреть первым Алло Мы же обычно Вы ку-3 Первый смотрим Блин Ну ладно Ладно Вы ку-3 Тогда Вы ку-3 Чехай 54,6 Так Неплохие ракеты Здесь Просто Врезаемся В рампу Ну в принципе Да Другого варианта Я не думаю Что Типа Я не думаю Что Даже я бы Стал делать Этот Типа Трикс С этой рампочкой Я бы тоже Врезался в рампу Я вообще бы Вы ку-3 На эту карту В жизни Не отправил Потому что Она достаточно Техничная Вы ку-3 Интересное решение С гранатой вверх Которая Врезается В потолок Возможно Таймить легче Я не знаю Тонкостей Этого тайминга Но то что Этот тайминг Найден Это отдельно Конечно Отдельный плюсик В карму Джей Эйч Хайда Эй Эй Еще Оп 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 Словил Ну ладно Нормально Не забанили И то хорошо Неплохо Неплохо Ну А в цпм Зато демка Получше Правильно Правильно Так Крэйбон 45 и 3 Блин Так горло Сохнет Ага Какие-то ракеты Пошли Это Врезаемся В рампу Все правильно Так и надо Врезаться Во все Это же Тфраг Надо Во все Врезаться Здесь Четкие Граунд Фреймы Должны быть Здесь Да В окутре Наверное Не вряд Вообще Перелететь Это Дело Просто Тоже Поверху Как и Цпм Рэйвен Делал Он Сбросил Зачем-то Скорость Вроде Бы Перелетал Казалось Да Рэйвен Да Не хватает Рэйвен Опыта Конечно Не хватает Вот Это Вот Взгляда В будущее Знаете Смотреть Типа Видеть Будущее Или Как Там Смотреть В будущее Могут Не только Лишь Все Но Рэйвен Пока Не Может Так Мрозаров Вернулся No Russia Please Знаете Политические Повесточки Давайте Вне Дефрага Оставлять Дефраг Я вообще Всем Насрать Я имею ввиду На вашу Позицию Хотите Ее Выражать Выражайте У себя В соцсетях Не надо Дефраг В это Впутывать Можете Поддерживать Кого Угодно Голосовать За кого Угодно Думать Что Угодно Быть Там Кем Угодно Самых Плохих Профессий Так Сказать Граната Наперед В целом Прохождение Очень Хорошее Ну Не то Чтобы Прям Слишком Хорошее Но Хорошее А бы Чистенькое Вот Ну Дефраг Не надо В это Впутывать У нас Так Маленькая Комьюнити Вы еще Хотите Тут Какие-то Разжигать Типа Вот Зачем Это Ну Раша У этого У Азена Там Сервер Слава Украине Типа Ну Че Как Маленькие Блин У вас Как-то Ладно Я вообще Не буду С вами Разговаривать 39 3 Пашка Сбб О-о-о-о Пашка Красиво Красиво Очень Качественно Да Вот Вот Мы Увидели Ну, там, конечно, бы сверху лучше прыгнуть Потому что скальзывать все равно медленнее, чем ты прыгнешь Граната очень далеко взорвалась Подъем будет медленнее обычного Но, в целом, скорость хорошая И с ракетой тоже все хорошо Все отлично Третье место, кстати, Пашка, поздравляем А демок в ГУ-3-то почти нет, 6 демочек Ну, ладно Так, Ациз В Финляндии, это второе место Не будем его поздравлять, мы не знаем, кто это даже Кто-то, какие-то фейки опять появляются Ацизы какие-то Или это Диман Диман, если это ты, пожалуйста О-о-о Врезался так в рампу Криво Я не думал, что второе место вот так Себя может вести Или это третье, я забыл Цитово из-за этих ваших Вот этих вот Не будем, ладно, не будем Не будем Так, граната сразу кидается Да, все правильно, все хорошо Прямо с самого краешка Начинает плазмить В 800 скорости Себя выбил По спейсингу все хорошо И 1500 На финише очень классно Очень классно Очень хорошее прохождение 38 Разница, кстати, смотрите, да Топ-3 Да тут вообще все демкеры с разницей Типа здесь Давайте округляем 10 секунд Здесь 3 секунды Здесь 3 секунды Здесь 1 секунда И здесь 1,5 секунды Ой Полсекунды Ну понятно, что чем лучше тайм Тем ниже Тем, типа Меньше разрыв Потому что Это так работает, да? Типа если там плюс Кто-то с разрывом плюс 100 Это по идее там О, плюс 100 А где он нашел эти 100? Как бы, да? Понятно, что вот На нижних ярусах Скажем Секунды Они имеют Немного другое значение На верхних ярусах Секунды Они не существуют Они Там существуют только фреймы Так 37,5 Первое место IDM Поздравляем тебя, IDM Ганский кемпинг Вот это я понимаю С юмором А вот IDM Тоже вот Живет в Беларуси Там явно тоже Не все гладко Очень классно Просто шикардос Пешочком прошелся Конечно, не очень Не очень красиво Но это бывает Так, и с самого угла Тоже начинает плазмить 800 скорости Вот тот самый случай Когда можно И перелететь С другой стороны В ВК-3 Там можно на полпути Наверное Ракету стрельнуть Когда ты в воздухе И Сделать прыжок От этого От падика Ну давайте еще раз Посмотрим Демка хорошая Качественная Я не знаю Сколько VR Но Но Ну Демка Маскаля Явно не VR Потому что Забей С плюс джампом VR На эту карту Дрочили Как не в себя Я ее тоже Играл Как не в себя Пас ее Играл Как не в себя С плюс С плюс джампом Там Ну тут Конечно То что Пешочком Тоже Вряд ли Это VR На этой карте Но Таймы Очень хорошие Все ребята Молодцы Вообще Без базара Вот я говорю Про 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 То есть Мы получаем Ракету Вот здесь И вот Мы ее Взяли И уже Вот здесь По идее Как только Мы приблизились К стене Ее можно Уже Стрельнуть По идее А не Ждать Приземления Потому что В принципе Ну а что Такого Ну ты Сразу Стреляешь И получаешь Ту же Самую Скорость При этом Ты чувствуешь Себя В безопасности Потому что Ты уже прыгнул Тебе не надо Думать Что ты там Что-то Перелетаешь Что-то Где-то Упадешь И так далее Единственное Конечно Если у вас Углы совсем Не очень Хорошие С ракетой Тогда вы Можете Себя Выстрелить В лаву Ну давайте Еще раз Посмотрим Первые места Чем Мы их Посмотрели По одному Дополнительному Разику Давайте Посмотрим Еще Потому что Что-то Совсем Маленький Обзор Получается Пока Маскаль Делает Самую Ужасную ошибку Своей жизни А именно Плюс Сидим Играем В одну Карту Две Недели Я уже Так не хочу Уже Такое Уже Не канает Я подумал Можно Что-нибудь Поспидранить Натура У нас У всех Спидранерская Почему бы Не поспидранить Какую-нибудь Игру Предлагайте Игру В комментариях Будем Стримить Спидраны Ну параллельно Будем Ну Дефраг Тоже Наверное Будем Стримить Ну короче Стримы Наверное Пока не скоро Пока совсем Не хочется Стримить Как-то На работе Очень сильно Устаешь А за поддержку Всем спасибо Обзор Предыдущий Пропустим Который там Рокетран Демки Классные Демки Классные Я рад Бровзер Переходим Бровзер Ну в общем-то Да 6 демок ВК3 13 ЦПМ Предыдущая Была ВВ Рокетпаста 3фикс Ну В принципе Тут та же самая история Видимо ВК3 карта Она очень противная Рейвен Второе место Занимает Карта ВК3 Достаточно Противная Получается И Видимо Она СЦПМ Возможно Не очень Я ее Прям не видел Я ее вообще Не играл Не видел Если в онлайне Вдруг Играть буду Может кто-то Заводает Поиграю А так Не Так Ну и Следующая карта Которая кончается Через 12 часов Между прочим Кайрос Релакс На нее мы Обязательно Обязательно Позовем Наверное Гостя Какого-нибудь Подушнее Энтера Или Маскаля Ну Лучше Энтера Конечно Но с Энтером У нас Не совпадают Графики Хотя Я вот Сегодня выходной Мог бы с кем-то Но я записываю с утра Потому что Это Все еще Не выходной В общем Кайрос Релакс Должна быть Хорошая У Кайроса В принципе Все карты Тоже рекомендую Поиграть Они наркоманские Они Противные Сложные Но если вы Их будете играть У вас Такая гибкость Разовьется Именно по Атриксам Типа По У вас шаблоны Разрываться будут И это очень хорошо Для дофрага В общем-то Все Поздравляем Аскаля Поздравляем Аидиема В любом случае Таймы Хорошие Кутри бы Побольше Демок Посмотреть Побольше Вариантов Как Что делают Люди Ну да ладно Ну и В общем-то Все Всем спасибо Ребят Всем удачи Спасибо еще раз За поддержку Подписывайтесь На телеграм В котором Пока что Ничего нет Но я Постараюсь Там хотя бы Что-нибудь Пописывать И Что-нибудь Может Какие-нибудь Опросики Делать Совсем Совсем Предыдущие Две недели Совсем были плотные Было Как-то Не до этого Вот Ну все 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 Всем Спокойной ночи Кому-то доброе утро Да Кто-то смотрит Маскаль Не души в комментариях Скайкс Тоже не души в комментариях Все в порядке Драконикс То есть Драконикс Скайкса Не существует Забудьте Его нет Все Всем пока